Я лечился в государственной программе, к сожалению. Я неожиданно появились врачи без границ с этой программой, с новыми препаратами. Я, конечно же, воспользовался этим моментом и очень рад тому, что я попал в эту программу, вылечился. Таким образом, мы имеем 97% врачи. Почему мы так успешны? Потому что использование новых заболеваний, которые доступны. И также потому, что у нас есть интеграция психо-социальная поддержка системы в наших лечения. Многие люди, которые лечатся сейчас в программе «Врачи без границ», говорят о том, что это сложное лечение, нужно соблюдать диету, нужно сдавать очень много анализов. Мне бы хотелось сказать этим людям, я им говорю об этом при возможности, что вы просто не можете сравнить эту программу с программой, которая была раньше, с менее совершенными препаратами. Лечение фигелированным интерфероном предполагает, например, чтобы понимать, первый месяц лечения – это в стационарных условиях. Почему? Потому что поднимается высокая температура, очень сильные побочки. Первый месяц, вернее, после выписки из больницы, моя жена наводила меня за ручку еще месяц, пока я адаптировался к лечению. Я был как будто бы мне 90 лет, 90-летним стариком. Что касается побочных эффектов и вопрос о том, как я переносил препараты, абсолютно хорошо. Просто как будто бы я ничего не принимал, это правда. Я не чувствовал никаких побочных эффектов. Дроги очень дорого. Прежде всего, бренды. Генериалы не доступны везде. В Украине, люди имеют concerns о эффективности генериалы. Но МСФ использовал генериалы для всех своих пациентов в Миколиве. И у нас есть 97% success rate. Генериалы и бренды. Генериалы и бренды. Лечение, конечно, то, что меня поразило, прежде всего, это то, что лечение было абсолютно бесплатным. Потому что даже в государственной программе необходимо было сдавать анализы. Я заплатил достаточно много денег, очень дорого это все стоит. Это, в первую очередь, мне понравилось. Во вторую очередь, мне понравилось само сопровождение. То есть, человек не остался на сам со своими таблетками и просто там принимал их. То есть, постоянно звонил консультант, постоянно звонил социальный работник. Каждый раз, когда я приходил за таблетками, со мной проводилась беседа. Наша главная цель – адхеренция к лечению. Адхеренция к лечению означает, что пациент берет пилы в время, что они не потеряют их везти в нашу клинику, что они ведут более здоровый стиль. Адхеренция к лечению – это самая важная часть нашей команды. Потому что эти люди уже были с гепатитом С, и они имеют опыт, и они могут общаться с нашими пациентами. Равный наставник, потому что я, прежде всего, человек, который жил с гепатитом С и прошел лечение успешно. Задача моя в проекте состоит в том, чтобы помочь людям так же, чтобы они прошли это лечение успешно. Чтобы предупредить возможные риски у человека, у нашего пациента, которые возможны при лечении гепатита С. Также помочь им с приверженностью. Потому что люди, которые никогда не принимали постоянное лечение лекарства, у них сложности с постоянным приемом терапии. И вот здесь задача равных наставников очень важна. Потому что мы в свое время уже проходили это лечение, и мы можем подсказать человеку, как сделать так, чтобы человек не пропускал, либо не опаздывал с приемом препаратов. И самое главное – это мобилизовать внутренний ресурс человека на позитивный результат в лечении, мобилизовать все его усилия. И также подготовить его к следующей жизни уже без гепатита С, к новой жизни, к более, я бы сказал, счастливой жизни. Для меня выздоровление – это тот момент, когда ты становишься свободен от какой-то проблемы, которая тебя угнетала много-много-много лет, которая не давала тебе спокойно жить. Когда, наконец-то, после второй попытки лечения гепатита С, мне наконец-то сказали, что полностью избавился от этого тяжкого недуга, ну, меня просто переполняла радость. Мне хотело просто куда-то идти, радоваться, всем улыбаться. Субтитры создавал DimaTorzok